Во дворце спорта «Видное» состоялись соревнования в рамках открытого первенства Ленинского городского округа по Киокушинкай. Ежегодно сюда съезжаются спортсмены из Москвы, Московской и других областей. На этот раз в состязаниях приняли участие около 270 мальчиков и девочек с 6 до 13 лет из 20 регионов России. Правила в Киокушинкай очень жесткие на самом деле. Вообще у взрослых спортсменов считается только нокдаун и нокаут критерием для победы. Но помимо этого есть и другие оценки в виде активности, ущерба наносимого партнерам и технической оснащенности. По этим критериям тоже может быть победа отдана. Ленинский городской округ был представлен воспитанниками школы Олимпийского резерва «Олимп» и клуба «Цунами» из городского центра спорта. Оба сына руководителей этой организации Людмилы Козловой принимали участие в соревнованиях. Все родители очень переживают, потому что у них дети самые лучшие всегда. Поэтому все хотят победу. Дети тоже очень переживают. Много слез, расстройств. Но у них все впереди. Это только начало. Тем более сегодня только начинающие выступают спортсмены, которые только начали свой путь. Долгий. Я думаю, он будет долгий и очень плодотворный. Сын Людмилы Андрей дошел до полуфинала, выиграв два боя. Другие спортсмены из Видного тоже показали хорошие результаты. Десятилетнего Арсена Чарыева привел в спорт его отец. Мальчику сразу понравился этот вид карате. Я занимаюсь 2019-го. Нравится этот вид спорта. Хочу сильным стать, врубать всех. Киукушинкай воспитывает силу и дух спортсменов. Благодаря упорному труду и самодисциплине бойцы постигают философию этого восточного направления единоборств. Несмотря на то, что этот вид карате кажется наиболее жестким и травмоопасным, именно его выбирают в том числе и девочки. У меня уже есть медали. Некоторые взрослые уже ездят в разные страны получать медали. У меня хоть девятый кью, но у меня пока две медали всего-то. Все победители в своих возрастных группах по итогам соревнований получили заслуженные награды. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.